Вот все, что связано с Богом, это считается духовным. Все, что косвенно связано с Богом, отблизь к духовному. И то, что не связано с Богом, это просто тьма. Можно помогать тому, кто недостойный этой помощи. Допустим, можно деньгами спонсировать что-то неправильное, например, зло. В оружие деньги вложить, допустим. Можно вложить деньги в неправильные какие-то формы образования, идеологии. Деньги, как дождь, куда выпадет, там и вырастет. Духовное процветание не отблизь к истине, а сама истина проявилась. Успех, оказывается, человека зависит не от накопительства денег, а от того, как он тратит. Если вы вкладываете деньги уже в духовно продвинутого человека, вы получаете в 100-крат больше. Если вы вкладываете деньги как бы, ну, в очень духовно продвинутую личность, то неизмеримо, что вы можете получить. Духовный бизнес приводит не только к конечному результату, абсолютно другому, но оно наполняет неким образом счастье. Они могут видеть красоту и ценности, не приходящие. Добрая память о себе, это считается высшее счастье в этом мире. Это стоит всех денег даже. Деньги, пожертвованные куда-то, отданные на благо проект, на благотворительность. На духовном уровне это равенство возможно, когда все для Бога, когда для общего блага, для полного целого, все умиротворяется. На каким образом действует карма, на обычный бизнес и на вот такой вот духовный бизнес? Карма – это наша работа, любая работа. Она приносит результат больше, чем мы сегодня имеем на материальном уровне. Викарма – это плохая деятельность. Так они взаимодействуют. То есть бедные, богатые, очень нужны друг другу по закону кармы. Значит, благотворительность или какая-то вредоносная деятельность или прямое служение Богу. Тогда кармы нет вообще никакой. Насколько важна вообще миссия для человека? Через сострадание, через милосердие, через служение – это будет величайшая миссия. И также можно поток денег пустить на образование людей, на культуру, на духовное развитие. И мы увидим, что через полгода, если это осуществить, лицо мира изменится. Дорогие друзья, у нас отличная новость. Сегодня у нас в гостях удивительная личность – Александр Геннадьевич Хакимов. Это духовный учитель для тысяч людей на пространстве СНГ и вообще во всем мире. Во всем мире у него есть ученики. Он согласился нам дать интервью для проекта «Духовный бизнес», для проекта «Артха-бизнес-форума». Здравствуйте, Александр Геннадьевич! Александр Геннадьевич Хакимов. Добрый день. Несколько слов про проект «Артха-бизнес-форума» в России. Этот проект, который был придуман где-то порядка семи лет назад Радхагиридхари Прабу, учеником Артханадха Свами. Это очень крупный бизнесмен, предприниматель, который часть своей жизни провел в монастыре. Это абсолютно удивительная история. На каком-то этапе жизни он решил заняться бизнесом, причем крупным. Он попросил благословения у своего духовного учителя. После этого поехал в Соединенные Штаты Америки. И буквально за 3-4 года он основал огромный бизнес капитализации на тот момент, когда он продавал его в 70 миллионов долларов, который еще через несколько лет был перепродан в компании Mitsubishi за порядка 8 миллиардов долларов. Такая удивительная личность. После этого он переехал в Сингапур. Сейчас он крупный венчурный специалист, руководит фондом 170 миллионов долларов. И что самое интересное, порядка семи лет во всем мире он проводит такие артха-бизнес-форумы для бизнесменов, для предпринимателей, для того чтобы поделиться вот этим вот настроением, искусством, делать большие классные бизнесы и самое главное помогать благотворительным проектам и людям развиваться не только материально, но еще и духовно. Мы в этом году, где-то в июле месяце, по инициативе Бахти Расаян Сагра с вами провели тоже первый артха-бизнес-форум в России. Пригласили как раз разживший Ватсава, артха-гелитхари Прабу. Он поделился вот как раз с нами моделью артха-бизнеса, каким образом ему все это удалось, дал несколько наставлений. И порядка тысячи человек у нас участвовало в форуме, мы проводили его онлайн. Очень много запросов пришло на то, чтобы продолжить эту тематику, потому что сейчас она актуальна как никогда. Вот именно такого экологичного духовного бизнеса. Мы сделали несколько курсов, которые обучают именно вот этой модели бизнеса, которую показал Радха-гелитхари Прабу. Вот Сагра с вами их ведет. И сейчас по результатам уже сформировался артха-бизнес-клуб, в который входит уже порядка 30 человек. И мы сейчас ждем окончания второго потока, где еще тоже люди придут и присоединяются. И у нас вот такая задумка сделать вот этот проект международного бизнес-клуба, вот миссия которого это объединение духовных бизнесменов ради всеобщего построения новой экономики, всеобщего процветания и развития. Вот вкратце про проект. И тогда вопрос к вам первый. Вот подскажите, пожалуйста, что для вас слово сочетание духовный бизнес, вот как вы его понимаете, как вот могли бы раскрыть его? Ну можно немножко философски на это ответить и просто как вот мое впечатление, да, мое понимание, ощущение этого выражения духовный бизнес. Непривычное сочетание, да, в нашей мире, может быть, для восприятия бизнес, как бы он связан обычно с какими-то, ну часто махинациями, манипуляциями, там даже с каким-то нарушением правил, законов, ну такие впечатления вот по миру у нас были. Честный бизнес это как вот что-то редкое и что-то невозможное доказалось какое-то время. А тут духовный бизнес, да, то есть безупречный, чистый совершенно, да, духовный бизнес. В Симханбхага в этом говорится, что, что такое духовное, и что такое материальное, и что такое отблеск духовного еще в материи, что материя она не духовная, она мертвая, да. Жизнь ее, как бы, ну суть духовная. И вот все, что связано с Богом, это считается духовным. Все, что косвенно связано с Богом, отблеск духовного, и то, что не связано с Богом, это просто вот тьма там, там конкуренция, там жадность, там зависть, то есть на таких основах развивается, скажем, бизнес. То есть чем больше денег, тем больше жадности, тем больше зависти, тем больше конкуренции, тем больше насилия, обмана, ломаются законы все, это вот не духовный бизнес. Уже отблеск духовного это некая такая благотворительность, доброта человеческая. Когда человек думает, ну вот у меня есть все, ни в чем не нуждаюсь, а вот люди голодают, а у меня полно всего. Да, я поделюсь там, я чувствую, да, я как-то, мне жалко людей, жалко собаку голодную там. Вот чьи-то человеческая вот эта вот склонность, это отблеск духовного, говорится, потому что там есть несовершенство. Например, можно помогать тому, кто недостойный этой помощи, допустим, можно деньгами спонсировать что-то неправильное, ну, например, зло какое-то, можно в оружие деньги вложить, допустим, да, можно вложить деньги в неправильные какие-то формы образования, там, идеологии, не знаю, в какие-то компании или преступные организации, тоже деньги нужны. Деньги, как дождь, вот вот куда выпадет, вот там и вырастет. На ядовитые растения польются, ядовитые растения вырастут, на культуру какую-то, пшеницу, там фрукты тоже вырастут. Надо знать, куда направить вот это вот, чтобы это было духовное процветание, да, не отблеск истины, а сама истина проявилась. И это также зависит от того, как мы пользуемся бизнесом. Спасибо большое. И в чем тогда вот может быть польза для обычного бизнесмена, предпринимателя, да, в чем может быть для него польза занятием именно духовного бизнеса? Личная его польза, ну, неизмеримая польза, конечно, это, как говорил Иисус Христос, не богатство ваше, там и сердце ваше. Вот куда вы эти деньги посылаете, да, на что вы их тратите, от этого зависит ваше сознание и будущая жизнь. То есть успех, оказывается, да, человека зависит не от накопительства денег, а от того, как он тратит их. Будущее его зависит. В настоящем моменте мы зависим от количества денег, от которым просто нуждаемся. Но будущее зависит от того, как мы тратим эти деньги, куда мы вкладываем эти деньги. И где богатство ваше, то сердце ваше. Вкладывайте в духовное ваше сознание, чувства переносится в эту область. Потому что вы вкладываете туда свою кровь, деньги — это ваша кровь, да, это ваш пот, ваш труд. Ваша жизнь, фактически. То есть как относится человек к деньгам, так вот относится и к жизни. И как к жизни, так же и к деньгам. То есть это очень связанные вещи. Деньги как кровь нашего существования. Вот в целом. Поэтому это польза духовная, неизмеримая, когда человек использует свои деньги для духовного развития своего. И так же, если он способен, да, если у него много денег, для развития духовного общества. Польза будет, ну, миллионократная польза. Где-то я читал это в ведах. Если вы жертвуете деньги обычному человеку, чтобы помочь ему, вы получаете, то есть рука дающая не скудевает, получаете в будущем такой же результат. Если вы вкладываете деньги уже в духовно продвинутого человека, вы получаете в 100 карат больше. Если вы вкладываете деньги, как бы, ну, в очень духовно продвинутую личность, то неизмеримо, что вы можете получить. Как, вот, говорил Иисус Христос, что этот вот ломанный грош там медная женщина принесла на алтарь, говорит, она очень много положила. Потому что она это сделала от сердца для Бога. Вот вклад в чем. Даже не в количестве, да, а вот в нашем, как бы, отношении. Отношение. Как мы это даем? Вообще, говорится, что человек не должен принимать ничего ни от кого, если это не делается с любовью и уважением. Ни пищу, ни деньги, никакую помощь. Потому что это не развивает наши отношения, в этом смысл, да. Но если что-то делается именно из любви, из благодарности, из хороших побуждений, тогда все обретает ценность. И деньги, и предметы, и пища, чем мы обмениваемся, начинает иметь духовную ценность именно. Непревзойденную. Очищает сердце, ум, сближает людей. Мы же хотели быть братьями, там, равными, а как? Вот обмен, обмен любовью. Вот через деньги, через собственность, через какие-то энергии, через слова, через пищу, через предметы, эти дары. Сокровенные мысли открывают. Когда мы делаем сокровенные дары, мы начинаем от сердца что-то говорить, раскрывать себя вот в этой атмосфере. То есть это начинается процветание внутреннее. Вот это вот закон бизнеса духовного. И богатство ваше, и сердце ваше. То есть это вопрос счастья, да, насколько я его слышал. То есть человек, это не только конечный результат. То есть духовный бизнес он приводит не только к конечному результату, абсолютно другому. Но он наполняет неким образом счастье вот этот внутренний мир, вот это процветание богатства, оно начинает не только снаружи, но и внутри расцветать. Да, но я думаю, что начинающему бизнесмену духовному, ему нужно убедиться, не потеряли бизнес таким путем, деньги. Сначала, наверное, в этом будут его сомнения. Но когда он войдет в этот механизм, так сказать, духовный, у него уже не будет никаких сомнений, он уже будет думать, конечно, о более других вещах. Он увидит, что это безопасная вещь. Как раз опасная вещь не жертвовать, не давать дары, не раскрывать сокровенные вещи, не иметь друзей в этой мире. Это как раз вот эта опасная вещь. Иметь поддержки от мира. А если я богатый человек, я ничего хорошего не делаю для общества, то меня окружает зависть. Вот к чему я приду. К одиночеству, к подозрению, кто пришел, зачем, кто такой. Каждый будет подозревать, а от меня только денег хотят. А я не дам никому. Это мои деньги. Вот такие отношения же распространенные. То есть появляется настроение недоверия как раз и внутреннее счастье не пробуждается. Да, счастья в этом нет. Счастья в книгах нет. Счастья в отношениях. А как бы вы посоветовали людям связать свой бизнес с духовностью, с Богом? Как вообще это можно сделать на практике? С точки зрения, может быть, настроения, ума, да? Или с точки зрения практического применения какой-то деятельности? Как вот этот бизнес можно удовлетворить? Как его сделать духовным? Да, бизнес такая вещь, которая очень практичная вещь. То есть нужно знать, да, вот что делать конкретно. Как зарабатывать, как тратить деньги, куда тратить деньги. Это очень-очень конкретные вещи. Это нужно знать. Мы должны просто увидеть, например, бизнесмен, взять таких меценатов, как Мамонтов, Дягилев, Третьяков. Богатые люди. Но что значит богатый человек, да? Вот что его характеризует как личность, например? Не только же количество денег. Можно своровать деньги, но нельзя сказать, что я богатый человек, я вор. Но если я богатый человек, то я ценитель должен быть, понимать ценности жизни. Например, золото. Каждый бизнесмен знает, что бумажные деньги нужно менять на золото, потому что это ценность постоянная. Бриллианты, драгоценные камни. Что еще? Предметы искусства. Конечно же, это какие-то картины, какие-то предметы старинные. Антиквариат они собирают, они эксперты в интерьерах, в этих вот качествах, материалах, из чего это сделано, с каким искусством. Они ценители. Вот это их природа. Они могут видеть красоту и ценности, не приходящие. Это бизнесмены. И они уже вкладывают деньги вот в такие вещи, скажем. И поддерживают. Дягилев поддержал, скажем, балет. Без него балета, говорит, не было бы. Третьяков там тоже собрал такие вот вещи. И благодаря им вот эти вот существуют достояния страны, достояния мира. Это благодаря таким вот меценатам, богатым людям. Это вот одна из их сторон, богатых людей. Они очень практичные и они ценители. Они во времени ориентируются хорошо, что сейчас является важным для людей, что является всегда важным для людей. Не только сейчас, но и завтра, и послезавтра, и потом, допустим. Вот они способны вот так такие вещи видеть. Если они свободны от жадности, как таковой, то они становятся великими благотворителями, очень ценными людьми в обществе. Вот эти вот бизнесмены, так сказать, богатые люди. И они также строят храмы. Откуда храмы? Пожертвования. От кого? От кого есть деньги. Либо с миру по нитке, либо вот какие-то люди богатые тоже вкладывают свои деньги. Сейчас строится храм в Майя Пуре. Это большой проект очень мирового масштаба, да, ведический планетарий. Это единственный такой храм у нас на Земле будет, ведический планетарий. Это можно увидеть под куполом всю модель вселенной ведического. То есть что-то грандиозное происходит. И откуда деньги? Огромные деньги. Большой храм очень. Богатые люди. Внук Форда, допустим, пустил туда десятки миллионов долларов. Он же собирает еще и пожертвования от других, чтобы продолжать это строительство. И оно успешно, успешно. Не останавливается. Мир весь участвует. Это люди хотят на самом деле. Богатые люди. У них пробуждается как бы добродетель в сердце. Они хотят что-то ценное сделать, оставить какую-то память добрую о себе. Добрая память о себе считается высшей счастью в этом мире. Это стоит всех денег даже. И вот жертва прославляет человека. Да, это, конечно, удивительно. Спасибо большое. Мы видим тоже много примеров таких. Вот как раз на арт-фейт-бизнес-форуме. Он проходил уже тоже в Силиконовой долине. И в Нью-Йорке, и в Сингапуре, и в Лондоне, и в Дубаях. И повсюду есть такие духовные бизнесмены, которые добиваются фантастических результатов. Это очень богатые люди. Миллионеры и миллиардеры. И когда начинаешь с ними общаться, первое, что бросается в глаза, что они очень простые. И от них исходит такая удовлетворенность от жизни, такое некоторое счастье. Когда начинаешь... Что для бизнеса мира, для бизнес-среды не очень привычно на самом деле. Потому что бизнес или бизнесмен ассоциируется с человеком, который в вечной спешке. И постоянно что-то пытается как-то договориться, у него не получается и так далее. А эти люди немножечко другие. Когда мы на форуме идем вглубь и расспрашиваем их, как у вас это получается, мы приходим как раз к этому. То есть люди отдают. И похоже, это как раз секрет успеха в этом заключается. То есть те богатые, успешные люди, которые добиваются такого успеха внешнего, то есть они богаты еще и внутренне. То есть они знают, что деньги, пожертвованные куда-то, отданные на благой проект, на благотворительность, то есть они многократно возвращаются, то есть они многократно усиливают это состояние счастья и вот это вот процветание на внешнем уровне. Это потрясающе. То есть они владеют искусством трансформации. Вот есть материальные ценности, а они их в духовные могут трансформировать. Конвентировать валюту, да, говорится, перевести ее на духовный уровень. А есть другие люди, которые духовные ценности берут и превращают в материальные ценности, то есть пользуются этим. Иконопись, допустим, это же духовные ценности. А можно просто как на бизнес посмотреть на это. Стоит сколько? Вот что интересует. Я перепродаю, я эти цены увеличиваю как-то, просто занимаюсь деньгами. На духовных вещах, зная, что людям это важно, что это привлекает людей, и я на этом делаю, вот, как бы эксплуатирую, да, вот эту красоту. А есть чистый бизнес, да, это настоящий. Спасибо вам, это, мне кажется, очень классный пример. То есть одно и то же действие, но обладает разной глубиной. То есть человек может просто перепродавать и зарабатывать деньги, да, а может распространять духовное благо, духовную силу, духовное развитие, вдохновение другим людям давать. И при этом это не исключает того, что он также будет зарабатывать деньги. И, возможно, он даже будет зарабатывать больше денег, потому что люди довольны его настроением, да, тем, что он занимается, будут давать ему даже больше. А деньги тогда приходят сами в этом случае. Если мы понимаем эти законы духовного бизнеса, деньги сами придут. Нам не нужно гоняться за деньгами всю жизнь, и они будут притягиваться естественным образом. Например, если я сейчас пойду к какому-то бизнесмену и скажу, дай мне денег, мне не хватает. Скажут, ну, на тебе копеечку, так нищему, так это. А если приду к бизнесмену и скажу, вот там люди сейчас нуждаются в пище. Вот в тех регионах, да, сейчас там много людей, которые без дома остались, прочее, я хочу им помочь. Я вот, у меня есть команда, мы организуемся, мы будем готовить пищу горячую, прям там на месте, по этим, волонтеры. И распространять, кормить этих людей, дай денег. А вот другое дело. Хорошо, я отчитаю, все, законно будет. Пришлю фотографии, отчеты, все, документы. Говорит, давай, я готов, мне это нравится. Эти деньги пришли. Каким образом? Вот таким путем они сами приходят. Спасибо большое. Александр Георгиевич, подскажите, пожалуйста, вот стоит ли то, что бизнесменам стоит заниматься духовным бизнесом, мы уже поняли, да, это, мне кажется, очевидно. Стоит ли людям, которые занимаются духовной практикой, духовным практиком, идти в бизнес и как бы строить планы по построению крупного бизнеса, да, успешного, который будет приносить много денег, вот стоит ли им отвлекаться, так скажем, от духовной практики для того, чтобы вот такие вот вещи, такие проекты делать? Это зависит от природы человека, потому что, если это соответствует природе человека, это и будет для него также духовная практика, также. Когда мусульмане бежали из Мекки, были преследования, да, с пророком, они в Медине начали строить храм в другом месте. Там они делали такие вот глиняные кирпичи и носили их, складывали, это был такой труд. И пророк тоже брал кирпичи на силу, сказали, ты-то зачем, то есть ты можешь просто молиться, мы же сами все сделаем, ты же вот с Богом общаешься. Он говорит, это работа, строить храмы, это тоже молитва, то же самое, это так же духовно становится. То есть человек, имеющий природу бизнесмена, он должен заниматься бизнесом, это для него духовная будет практика. Человек, имеющий природу другую, скажем, административную, он занимается сложным своим делом, для него это тоже духовно. Если это связано с Богом, это все духовно будет. И деньги, и бизнес, и образование должно быть духовным тоже, и труд, просто обычный труд, тоже в этом направлении, тоже все духовно. В этом смысле между людьми с позиции как бы духовного равенства не будет различий. Вот этот духовный коммунизм, он реально может проявиться. На материальном уровне невозможно, да? Бедный, богатый, и все, и ничего не сделаешь. На духовном уровне вот это равенство возможно, когда все для Бога, когда для общего блага, для полного целого, все умиротворяется. Никаких революций, никаких проблем. Спасибо вам, это удивительно, что вы сказали, что для людей с подобающей природой, то есть это и есть духовная практика, то есть бизнес становится духовной практикой. То есть нету некой двойственности в жизни, что там я зарабатываю деньги, здесь я занимаюсь духовным развитием, то есть все становится как бы таким центричным, я бы даже сказал, богоцентричным. Да, очень здорово. А может быть несколько слов о том, каким образом действует карма на обычный бизнес и на вот такой вот духовный бизнес? Это интересный вопрос. Карма — это наша работа, любая работа. Это описывается как карма. Но есть же разные виды, да, разные мотивации этой деятельности внутренней. Карма, векарма, а карма, скажем, три вещи в основном. Карма означает благочестивая деятельность. Если мы говорим «работа», то значит, ну какая-то полезная работа, то есть благочестивая, это карма. Она приносит результат больше, чем мы сегодня имеем на материальном уровне. Всегда увеличивает наше достояние, нашу славу, наше богатство, долголетие, здоровье, наша любовь в обществе. Все можно получить благодаря благочестивой работе, деятельности. Это вот одно направление. Если бизнесмен просто вот благотворитель хороший, да, он получает и славу тоже, и почет, и уважение, и деньги не уходят от него. И люди к нему притягиваются, то есть он живет такой полноценной, активной жизнью. Векарма — это плохая деятельность. Это какая-то вредоносная вещь. То есть ради себя я действую, но вред другим причиняю. Я эксплуатирую людей, допустим, обманываю их. Но я обогащаюсь перед этим. И в этом случае я теряю стыд постепенно перед грехом. Постепенно теряю разум, развлечение, где грех, где добро. Для меня это одинаково все становится, лишь бы были деньги. Разум. И потеряв уже разум до какого-то уровня, я становлюсь неспособным заниматься этой деятельностью. То есть в нищету падаю. Теряю все, я не знаю, как дальше жить. То есть это просто потому, что я начинаю злоупотреблять своим положением. В итоге я рискую потерять разум постепенно. И становлюсь нищим. Значит, нищие, откуда люди берутся? С точки зрения... Они были когда-то очень жадными и бесстыдными стали. Эксплуатировали людей, обманывали, и в конце концов они упали до нищеты. И поскольку разума не хватает, они не могут выбраться оттуда. Тогда они что? Просят подаяния. Разревается, но возвращается к ним разум. И тот, кто дает им эти деньги, они благодарят Бога за это. Начинают думать о Боге. И так постепенно разум к ним возвращается. Это как для них лекарство получается. Наказание, они все за чтение приходят. А богатый таким образом очищается от жадности, давая им пожертвования тоже. Сохраняет свой разум. Так они взаимодействуют. То есть бедные и богатые очень нужны друг другу. По закону кармы. И есть а-карма. Это другая вещь, скажем, когда вы зарабатываете, ну, обычным честным образом, хотя всегда будут недостатки в деятельности, в любой, говорится, дым от огня все равно пойдет, все равно вы где-то что-то там неправильно сделаете, где-то вы там что-то вот скроете, если вы бизнесмен, понятное дело, это природа бизнесмена. Но вы эти плоды посвящаете богу. Называется а-карма. То, что очищает ваше существование, существование других людей. Не получаете никакой кармы. Вы свободны остаетесь. Это прямое служение богу может быть. Значит, благотворительность, или какая-то вредоносная деятельность, или прямое служение богу. Тогда кармы нет вообще никакой. То есть это путь, с помощью которого человек, занимаясь этой деятельностью, полностью освобождается, он становится свободным от последствий, то есть от негативных последствий из прошлого в том числе. Да, если человек достигает такого уровня, через бизнес, скажем, таким путем, таким средством, то в следующей жизни он рождается уже наделенной такими качествами, что деньги получает просто по наследству, даже не зарабатывая их. Просто рождается в семье уже очень богатых людей и уже знает, что с ними делать. Остается свободным при этом. Такие тоже есть результаты кармы. Кто-то же рождается в богатых семьях. Удивительная арифметика получается. То есть здесь, похоже, нет проигравших. То есть и при жизни ты становишься более счастливым и достигаешь всех процветаний, всех материальных благ. И после смерти ты получаешь такое некое освобождение и такую очень стартовую, серьезную площадку. И в то же время, наоборот, когда ты этого не делаешь, то ты становишься все беднее, 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 деградируешь, и до сих пор, пока мне с протянутой рукой не приходится просить у кого-то. Очень интересно. А может быть, несколько слов по поводу миссии. У нас сейчас второй поток курса как раз заканчивается, как раз по модели бизнеса духовной. И очень много мы говорим о миссии. Вот каково ваше мнение, насколько важна вообще миссия для человека и нужна ли миссия в бизнесе? Роль, главная роль человека — быть в миссии. То есть жизнь должна быть посвящена чему-то полностью. Это миссия наша. И чему же должна быть посвящена жизнь? Жизнь самая дорогая для нас. Значит, чему-то самому важному. Вот это нужно знать. Если мы знаем, что самое важное и посвящаем этому жизнь, это миссия называется. И миссия, как миссионер, несет послание какое-то, важное для всех, для него самого и также абсолютно для каждого человека, это миссия. Если мы будем нести с вами любовь к Богу через сострадание, через милосердие, через служение, это будет величайшая миссия. И для этого тоже нужны средства. И иногда нужны для этого просто слова. Если скажем, вот нищий монах, допустим, он не дает денег, да, но он слова находит, проникающие в сердце, это миссионер. Поддерживает дух человеческий, да, преодолевает трудности, да, вот, вести эту любовь, поддержку, заботу, почувствовать милосердие, передать другому, сострадание это. То есть он учит такому обмену. Уже руководитель, да, человек, который руководством занимается, он организовывает такое общение, чтобы в обществе почитали святых людей, которые несут это послание, мира, любви, добра, да. Он их выделяет, он их поддерживает, хотя они денег не принимают. Он их поддерживает как бы социальным образом, чтобы их все уважали, почитали и слушали. Это авторитет. А бизнесмену, он спонсирует эти программы для людей, которые, о чем говорит тот духовный человек, он может воплотить, у него есть деньги вместе с теми, кто руководит. Они строят храмы, центры, или там приютные дома для бедных, допустим, школы для детей, те, которые не могут оплатить учебу, они помогают обществу таким путем все. И другие люди просто трудятся, воплощая все это, все это прекрасную миссию, воплощают руками, они трудятся, строят все это, делают. Таким образом, общество становится очень сбалансированным. Здорово. И какова же тогда ценность, наличие миссии в бизнесе, в компании? Человек, у которого есть, собственно, бизнес, есть команда, и какова ценность в команде, в компании культивировать вот эту миссию, иметь вот эту миссию о том, чтобы люди, которые с тобой работают, чтобы они знали, что есть миссия у команды, что они сплотили здесь что-то делать? Такие команды или группы, у которых есть миссия, они не распадаются. Если у них как бы есть смысл в деньгах, они распадутся, потому что у кого-то больше денег, у кого-то меньше денег, они начинают завидовать друг другу, как-то всегда есть какие-то трения относительно денег. Когда плоды появляются, говорится так, поговорка, ось-то ось, на одну оси сидим, но рыбка в рось. То, что ты поймал твое, то, что я поймал мое. То есть рыбка в рось. Вот такой закон. Это вот закон привязанности к деньгам. Если миссия одна, вдохновляющая видение, ради чего мы это делаем на самом деле, почему мы забываем про количество денег? Это настолько вдохновляет, что люди хотят это делать даже бесплатно. У нас же пример в России яркий был, что пока эта идея коммунизма была вот такая вот вдохновляющая, яркая, когда люди верили, бесплатно работали тоже. Субботники, воскресники, пожалуйста, без проблем. Каждый что-то сделать бесплатно легко. Но когда мы потеряли эту миссию, она как-то ушла. Видите, все сразу пришло. Деньги, деньги, сразу рэкет пошел, мандитизм пошел, опыт бизнеса, что люди рвать эти деньги. Сейчас надоело рвать эти деньги. Все, поняли, что тоже в этом смысла нет. Опять возвращаемся к какому-то смыслу, в поиску, зачем мы это делаем. То есть так мы постепенно начнем как-то осмысливать себя. Очень интересно. И именно об этом же сейчас говорят вот последние исследования тоже в бизнесе. И Гарвард бизнес-школы их проводят. И различные бирюзовые модели бизнеса становятся очень популярными. Как бы везде в центре стоит вот такая как раз миссия. И говорится о том же самом, что люди вдохновленные миссией, они готовы делать работу бесплатно. И именно вот такие команды достигают потрясающих результатов. Делают очень классные продукты, строят очень стабильные бизнесы. И тоже хотелось привести пример, который мы разбирали. Тоже пример компании Tata Group. Это индийская компания, которая сейчас принадлежит Jaguar Lundrover, известная марка английская. Они его купили. И там вот такой подход, он еще гарантирует устойчивость компании. Причем устойчивость компании не в одном поколении. Потому что обычно бывает какой-то пик, люди для чего-то соединяются, что-то вместе делают, а потом разбегаются, и компания падает. Когда есть вот такая долгосрочная миссия, компания становится устойчивой на протяжении нескольких поколений. То есть от деда к сыну, к внуку. И она развивается всегда, продолжая достигать удивительных результатов. Спасибо вам большое за эти примеры. И следующий вопрос у меня будет по знанию. Как бы вы сказали, какого знания нужно искать вот таким вот духовным бизнесменам, духовным предпринимателям, чтобы осуществлять вот эту вот миссию? Я бы даже сказал, не совсем знание, а общение. Потому что человеку нужно вдохновение, нужна уверенность в том, что он делает, потому что деньги тратить, это тоже риск. Это тоже связано и наша жизнь с деньгами. Так? Если мы уже имеем какой-то статус, апартаменты, там уже какие-то деловые отношения завязаны. Если мы теряем деньги, мы теряем все. Это большой риск. Тут нужно именно общение, которое дает нам уверенность, понимание, ясное представление. Для бизнесмена по природе вещей, если он изучает философию, то это напрасно трата времени, для него, для его природы. Ему нужна деятельность, применение это все. И ему удобнее именно общаться с такими людьми, слушать этих людей, задавать им вопросы, находить ответы через общение. А книги потом, ну, читать священное писание, скажем, медитировать вот на духовное, да, на полное целое, на то, что есть Бог в сердце каждого же существа, чтобы он не забывал, да, что все люди равны духовно. Поддерживать это знание духовно, может сам, читая священные книги просто. Но в жизни руководство он получить должен от тех людей, которые живут рядом и находятся в этом знании именно. Горят этой миссией, имеют эту миссию и жертвуют собой ради этой миссии. Вот тогда он доверяет этим людям. Когда эти люди сами лишены всякой выгоды. Тогда его выгода находит прибежище в этих людях. И он тоже освобождается от жадкости таким образом, да, служа вот через общение. Здорово. Спасибо вам большое. Это, ну, то же самое, к чему мы пришли вот в нашем проекте. Поэтому после образования мы стараемся объединить людей вот как раз в бизнес-клуб, для того, чтобы люди могли друг друга поддерживать. Не взять вот этого вдохновения. Вдохновлять друг друга, как бы, то есть и вместе развиваться, идти по этому пути. А тогда мы вот подошли к вопросу о наставнике. Как вы считаете, насколько важен наставник для духовных бизнесменов? В чем его ценность? Это самое важное. Как раз то, что мы только что обсудили. Это самое важное. Наставник это тот, кто именно дает уверенность, вдохновение, дает эту миссию. Сам при этом он не имеет никаких корыстных желаний, выгоды. Да, обучая кого-то. Не должен иметь. Тогда все будет хорошо в нашем уме, в наших чувствах, в нашей деятельности. Будет уверенность. будет успех. Ну, несколько слов, может быть, о ценности единомышленников. Как бы... А, это другая сторона, не менее важная. Когда мы... Не просто один бизнесмен все делает, остальные от него деньги получают. Нет, когда они все вместе собираются и вырабатывают какие-то мировые проекты, скажем, благотворительная мощь будет по всему миру. Да? Ведь деньги, они, ну, преобразуют мгновенно. Жизнь могут преобразовать на внешнем уровне. Если есть деньги, мы видим, что вот эти большие высоты намок, как грибы вырастают просто там, что поток денег идет туда непрерывно. И так же можно поток денег пустить на образование людей, на культуру, на духовное развитие. И мы увидим, что через полгода, если это осуществить, лицо мира изменится. Через полгода. Ну, разве это время? Быстро можно все поменять. Если мы дадим правильное направление, это наши энергии жизненные, да, и так же деньгам. Если на самом деле это будет чисто, бескорыстно, искренне, достаточно полгода, чтобы наш, как бы, ум стал на место отношений, наладились мировые. Александр Геонидович, хотелось бы у вас тоже, на ваше мнение узнать, вот по поводу модели, вот тоже, которую нам представил Раджиш Ривасавра от Хагиридхари. По благотворительности, вот, ссылаясь тоже на ведические писания и пример Рупа Гасвами, который описан в писаниях, он предлагает бизнесменам, которые хотят одухотворить свой бизнес, создавать некий договор с Всевышним, с Господом, да, по которому они могут определить свой необходимый им минимум для поддержания себя, своей семьи, компании, тех, за кого они отвечают, вот, и прям прописать вот этот вот минимум, и дать обещание Всевышнему, что все, что будет приходить сверх этого, от этой суммы 50%, я буду жертвовать на богоугодные дела, на благотворительные проекты, вот, и подтверждение, по утверждению Раджиш Ривасавра это абсолютно удивительный, удивительный эффект имеет, что после вот такого обещания, что после такой вот схемы, то есть деньги просто начинают сыпаться, сыпаться сверху, потому что... надо попробовать, я попробую обязательно, да, есть анекдот, когда два человека хотели заработать деньги, обратились к Богу, дай нам денег, дай нам денег, и заработали большую сумму, то есть, мы обещаем, что тебе пожертвуем там часть, договор составили, а вот перед ними куча денег, заработали, Бог дал, но теперь вопрос, сколько же пожертвовать Богу-то? И так, и эдак, вот не могли понять, в конце концов, один сказал, давай сделаем так, давай подбросим все это вверх, все, что Богу нужно, он возьмет, все, что пойдет, будет наше, то есть, жадность просыпается, когда появляются деньги, именно, то есть, до того, как нет плодов, мы вроде ясно мыслим, именно потому, что плоды нас не разделяют, пока нет плодов, мы все как одна семья, вот нищете живем, но зато у нас одна семья, мы помогаем друг другу, и все такое, потому что нет больших плодов, но появляются большие плоды, сразу происходит индивидуализация, часто, деньги сильно имеют влияние на сознание человека, золото, деньги, это понятное дело, и вот тогда приходит испытание, таким образом, именно, когда приходят плоды, поэтому договор, когда мы пишем, ну, это укрепляет наш ум в связи с Богом, как раз защищает нас от жадности, и, таким образом, мы не портим отношения с окружающим миром, который нам помог, собственно говоря, вот этот мир, да, он так, ситуация складывается, что он способствовал нам сделать, да, и достичь успеха, и вот с этим миром, который вот способствовал, мне, я не должен портить отношения, даже когда разбогател, не забывать это все, не забывать друзей, не забывать своей, как бы, свою миссию, ради чего я жил, да, чтобы деньги не перекрыли все эти ценности, вот тогда вот этот договор, и не только договор, но и когда мы вместе это делаем, это нас дисциплинирует, защищает, вот, от этих вот, влияния плодов нашей деятельности, от жадности. Спасибо большое, ну, и тогда, может быть, еще несколько слов о ценности благотворительности, как влияет вообще благотворительность на человека, который жертвует деньги, который отдает. Не только деньги, все, что человек делает, должно быть благотворительным, любая деятельность, все, всегда должен быть элемент бескорыстия, если даже мы просто зарабатываем деньги, всегда элемент бескорыстия. Я помню это сказание о Синбаде, в мореходе, когда я читал книгу о нем, ну, у него там были увлекательные, конечно, путешествия там, сказочные, поучительные очень, но когда он возвращался домой, час возвращался с богатствами какими-то, там, заморскими, там, драгоценные камни, золото привозил, там, он рассказывал друзьям, все собирались рассказывать истории друзьям, но в конце, что он делал, он часть богатства раздавал просто все, чтобы эти отношения сохранялись, он дорожил этим больше всего. и так, что-то, сколько бы мы не зарабатывали, что-то мы должны делать бескорыстно, хотя бы раз в неделю гостей в дом приглашать и кормить тем, что мы делаем, или в гости приходить с подарками. Вот эти дары именно приносят нам счастье, не заработки, а дары. Заработок превращается в дар, вот эта трансформация, это для обмена любовью человеческой. В этом смысл собственности. То есть мы говорим о том, что деньги это всего лишь один из аспектов благотворительности. На самом деле, она может быть как раз вот в этой миссионерской деятельности это тоже благотворительность. И благотворительность может быть на уровне время, когда ты тратишь свое время, не деньги, допустим, а время для того, чтобы помогать кому-то, для того, чтобы консультировать. Можно также делиться знанием, то есть если ты уже достиг какого-то опыта в бизнесе, ты можешь консультировать младших, начинающих бизнесменов. И гостеприимство Обязательно. Дома или где-то там в офисе мы находимся. Если переходят люди, мы должны проявлять всегда гостеприимство. Это ничего не стоит. Это то, что бескорыстно, но это самое важное. Спасибо большое. И тогда завершающий вопрос, наверное, подскажите, пожалуйста, какова высшая тогда благотворительность? Высшая благотворительность. Это такой большой секрет. Я не знаю, как говорить мне. Прямо в камеру для всех. Я для себя берегу. Не бескорыстно, так? Нет, конечно, есть ясность в этом вопросе для всех нас. Высшая благотворительность считается распространять чистые духовные знания всем людям без исключения. Это высшая благотворительность. То есть то, что дает человеку высший, чистейший разум. Деньги можно сработать, можно потерять. Известно все. Разум не теряйте, пожалуйста. Вот чтобы разум люди не теряли, нужно распространять знания духовные. Систематически, регулярно, постоянно, чтобы не было деградации в обществе. Деградации души, деградации любви, деградации семьи, деградации национальных падений, там, не знаю, нацистских каких-то проявлений. Чтобы не было вот этих всех вещей страшных, да, которыми страшные формы, ужасные формы принимают. Насилие, там, не знаю, войн, там, революции, бунтов, там, ненависти к человеку, жестокости. Необходимо распространять духовные знания. Это самая высшая благотворительность в мире. Спасибо вам большое. Ну что ж, друзья, спасибо за ваше внимание. Тогда мы от всей души благодарим Александра Геннадьевича за то, что он нашел время поделиться с нами своей мудростью, глубочайшей, своим высоким уровнем духовного знания. Очень надеемся, что это будет вам полезным на пути вашего развития, бизнеса, духовного развития. И нам получилось ответить на ряд ваших вопросов. Спасибо вам большое, Александр Геннадьевич. Спасибо всем. Будьте богаты и материально, и духовно.